Дорогие друзья, сегодня с нами в программе «Права» первый российский гонщик «Формулы-1» Виталий Петров. Ну, конечно же, уже много, наверное, было интервью на спортивные темы, но сегодня наших зрителей интересует все-таки, какой Виталий Петров водитель на простой улице, на дороге, как он относится к другим участникам дорожного движения. Вы вообще как, вежливый водитель? Подрезаете, обгоняете или пропускаете вперед? Такой давлеющий водитель на дороге, который все знает, все умеет и как-то может даже прощает ошибки другим. Здравствуйте, ну, во-первых, а во-вторых, я вообще-то на метро езжу. Серьезно? Ну, стараюсь, потому что и быстрее, и лучше. А как, как вот вы что, просто спускаетесь в метро к кассе, покупаете билеты или у вас уже там вас как-то прячут, не знаю? Ну, что, покупаю, жетон себе там, если на два раза, то на два, на две поездки. Ну, я что, я, я же обыкновенный человек. Ну, хорошо, а вот все-таки, насколько мне известно, вообще, команды «Формулы-1», они очень серьезно относятся к тому, чтобы водители, их представители, их команды, вели себя хорошо на дороге. Просто не говорится об этом ни в контракте, ни где-то либо. В рамках контракта никаких ограничений нет. В принципе, нет. То есть никаких дополнительных наказаний за нарушение не предусматривается. Авторепорт. Ну, тем не менее, у меня все-таки такой вопрос. Хорошо, ну вот, да, ездите на метро, но приходится же на машине-то ездить по улице, в России. Ну, в России очень редко, только когда я у тебя дома в Выборге, а так в Европе, да. Ну, вот, а бывало, что приходилось там договариваться с инспектором? Отпусти, я же гонщик «Формулы-1». Ну, я, во-первых, никогда этого не старался делать и какое-то свое имя использовать в качестве там чего-то либо. А если не имя, то как? Вот, как происходит общение с горячей? Не правильно, показывают права, документы на машину, на страховку. И все, как обычно, и люди, вот, некоторые просто отпускали. Какой вот был последний протокол, который выписали? Я даже не помню. Абсолютно, наверное, это все уже много лет. Авторепорт. В пробке что делаете? Музыку слушаете? Аудиокниги, может быть, слушаете? Я в Москве редко. Нет, не в Москве, я не говорю, а в Москве. В Европе нет таких пробок. То есть в Европе, у нас есть шанс догнать Европу и все-таки избавиться от пробок? Или к тому времени? Да, это большие города, это большие города. Во всех больших городах пробки есть. А мы постоянно что-то раз, а то аэропорт, то есть постоянно нет таких больших пробок. Авторепорт. Вот честно скажу, вот для меня Формула-1 это всегда была... То есть я... Меня интересовала Формула-1 всегда из-за какой-нибудь личности. То есть началось все это с Айртона Сены. Когда он ушел в мир иной, к счастью, был Жак Вильнев, из-за которого продолжал смотреть. Потом мне стало абсолютно неинтересно смотреть Формулу. И вот сейчас опять появился такой здоровый интерес к Формуле-1, благодаря тому, что появился опять личность, которая представляет Россию, Виталий Петров. Вот насколько важна роль все-таки самих гонщиков как элементы шоу? Или само шоу вытягивает вот этот спорт как Формула-1? Для нас это спорт в прежде очереди. Это не все так просто, как кажется на экране. Это очень сложно, но очень все не просто в Формуле-1. И может быть такое напутствие, совет нашим зрителям, которые очень внимательно сейчас смотрят, что бы вы им посоветовали на дороге? Просто вот как водитель, как гражданин, не как гонщик может даже. Тяжело себе посоветовать. Я думаю, что если опытный водитель и много знает, и он как бы знает, что он не ошибется, пусть лучше смотрит по сторонам себя. То есть я езжу иногда даже сбоку, еду спокойно, и я просто угадываю, что кто-то сейчас начнет перестраиваться или еще что-то в таком роде. Просто надо быть внимательнее на дорогах. Это единственное, что можно советовать. А то, что гонять, не гонять, все, человек, если он спешит, все равно рано или поздно превысит скорость. Виталий, спасибо большое, что к нам пришли. Очень было приятно вас видеть в нашей программе, на нашем канале. Приходите к нам еще. И от всей души, от себя, от моих коллег, от наших зрителей, желаю вам удачи и чтобы все получилось так, как вы сами задумали. Спасибо. Спасибо большое. Мы ничего не будем резать, все будет так. Можете заказать? Скалай, там я не могу. Да, да, да. Ки. Спасибо за то, что вы можете. Гуру музыкального рока. Отлично. Авторепорт. Надожди.